и и все 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 так у нас заготовка то какая сейчас я просто покажу завтра уже я ставлю другие вот они замки висят уже закачано все теперь только от замки снимать события дня вот они идут пожалуйста события дня это уже которые прошли у нас очень богатые материал вот здесь это которая уже вставлены а тут дальше опять пошли которые под замками то есть это из архива я поднял которые не выставлены они где-то выставлены но на ю тубе нету я их сюда перенес видите сколько ну просто много много потому что мы работаем в общем ни один аппарат снимает в разных местах мы конкретно показываем вот она как лежит 5 месяцев еще нету ночью кусать видишь как она не кусает она балуется вот приехали комната маленьком все загружено там покажешь как там какие склад склад под ногами эти а ну как она будет гадить она под кровать залезет я помолился святой водой его покропил поля поля это называю как она на 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 меня поля то значит палевая вот она имя свое знает и так 5 месяцев уже мышей ловит вовсю вот буско вот она пошла вот она ну вообще показать какие они шустрые сейчас я покажу даже попутно охота то и другое сказать как у вас утро начинается меня спрашивает ну я показал как на за начинается утро у нас где она тут есть или нет вот видишь хотел показать тут это на веревочке они бы сейчас показали свою живость но тут ничего и нету тащит а вот она а нашел вот она смотри сейчас она там ушла она там вот а я сейчас я сюда я сейчас крикну ее буско вот она все вот ну-ка давай поля 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 вот она где поля ну-ка ну-ка думаю а потому ставка какая гликерия посмотри на неё какая она веселая это на а это 7 ламо друг у друга не вырывает. Вот теперь это и даю. Ну-ка, подожди. Паля, иди сюда. Она боится эту, потому что она сшибает, бежит и прямо ее опа. Вот здесь я сейчас поставлю стул. Вот посмотри, откуда она прыгает. Как она смотрит? Ты гляди, сейчас сорвется. Сюда. Сейчас еще раз покажу. Ну-ка, давай, сюда. Расстояние больше метра. Не захотела. Глаза чистенькие, не болеет ничего. А где рыжая? Вон. Рыжая, ты что там лежишь? Ну-ка. Ну-ка, давай. Это их мать лежит. О, утренний эмоцион всем. Ну-ка. Твой-то медвежонок не побежит за этой. Вот она, Паля пошла играть. Паля пошла играть. Мышатница настоящая. И вот помолился, и она подойдет, открывает вот так вот. В подпол сходит, выйдет и так открыто. Оттуда сифонит, дует. Но сама открывает. Ни разу нигде не оправится. Маленькая, привезли-то она совсем маленькая. Я стал молиться об этом. Даже об этом. Господи, чтобы нам как-то тут обойтись-то этим. И он ей положил. Ох, пушистик какой. На днях мне звонят с Москвы, и большое интервью взяли. Там законодательстве хотят они провести законодательно, чтобы не обращались жестоко с животными, собаки беспризорные. Как с ними быть? Накладывать нет штрафы? Проверять ли? Ну, на все вопросы я им отвечал. Это конфиденциально. Я говорю, вот я с вами разговариваю. Мне это не надо. Я вам зачем время трачу, чтобы вы это другим сделали здесь? Вон как. Люди-то боятся там. Паспортные данные называют, телефон. Все. Почему? Потому что за мной ничего нету. Когда меня судили, там исследовали, сколько у меня, кажется, 12 следователей, только на мне было задействовано. 12 следователей в разных городах. И все это искали, копали, искали, ничего не нашли. И сегодня у меня вот книги, вот они, это не одна книга, это 38 книг, 38. А вот эти тома у меня открыты в окном-то по 752 страницы, 30 томов, да 3 еще в интернетной версии, да еще 4 тома по 800 страниц, стихи там. Да у меня голыми руками можно брать. Дворкину отдали на исследование, сообщает мне. Одесский монастырь, там профессора какие-то задействованы. Киево-Печерскую лавру книги. Кемеровская, там цензурный отдел какой-то. Тульский, Новокузнецкий. 14 лет исследуют. И ни одного слова мне не написали, ничего нет. Вот показали мы наше утро. Я псевдоправославный, там. Ну и что из этого? Ну я псевдоправославный. Я ложный, там, ну да. Ну ты посчитай маленько-то. Если хочешь что-то узнать, я сейчас покажу. Вот, гляди. Это у нас еще тут. А, вот оно как. Сейчас я выйду из этого, в мой мир войду. И вот так вот. Вот мой мир. Вот где оно здесь? Да. Вот здесь тут плохо видно, что тут за документы. А просто показать. Сейчас я, я сейчас быстро это найду. Фото, первая страница. Вот смотри. Так что. Вот я открываю. Смотрите внимательно. Она открывается. Быстро довольно. Ну посчитаем. Снимай. Крест. Русская православная церковь. Московский патриархат. Алтайская метрополия. Православие. Барнаульская епархия. Считаем дальше. 12 мая 16-го года. Обо мне запрос сделали из Москвы. Номер 107. Главному редактору русской народной линии. Степанову. А.Д. Уважаемый Анатолий Дмитриевич. В ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем следующее. На ней здесь у нас приезжают потеряевки, здесь бывают священники. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию. Как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин. Проповедники и исповедник. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. А там какой-то диакон. То какая-то Кызыльская, не знаю, там благочиняя, то Новосибирская. А они знают, ни разу не встречались. Под церковным судом не состоит. То есть догматических и канонических нарушений у него не установлено. Как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин человек твердых убеждений. Пожилой, что требует уважительного отношения к нему. Понимаете? А кто пишет это с уважением? Митрополит Сергий Барнаульской и Алтайский. Глава Алтайской митрополии. Это что, ничего не говорит? Да это в прошлом году он написал только. А эти ничего не считают, не знают. То есть греха не боятся. Не суди, а сами смертно судят. А у самих ничего нигде нет. За мной это легко брать. Ну представьте, библиотека целая. Да книги-то не просто так. А мои книги-то видели в библиотеке, показывали как-то по интернету. В библиотеке Путина, Патриарху подарено. Все до одной книги в библиотеке имени Ленина в Москве, в Москве в парламентской библиотеке, в исторической. 600 библиотек мы проехали, раздали от Владивостока, Порта Находки до Лиссабона, Турцию прошли, Скандинавию, Прибалтику. Да давно бы нашли, что не так-то. Нет. А он, как Андрей Кураев, он увидел это, говорит. Если бы Игнатий не обречал патриархию за то, что священники все за деньги, ничего не хотят делать, то бы отношение к нему было совсем другое. Вот. Я показал. Теперь что? Вот я тут стою с книгами. Это меня арестованного ведут. Я не знаю, можно даже увеличить. Это вот 86-й год. Из краевого суда меня выводят. А это цветы летят. Слава Иисусу Христу! По договоренности в 6 часов звонят мне. Вот. Посмотри, какие интересные. А это что? А это Конгресс, кажется, был интеллигенцией. Я за кафедрой стою. За кафедрой. Там даже лауреат Нобелевской премии, Жарес Алферов был. Вот. Ну и, конечно, там интеллигенция. Вот интересно, я вспоминаю, у меня суд был, когда первый секретарь, нет, секретарь по идеологии, такой был Морозов Николай Иванович, Мамонтовского райкома партии Алтайского края. И на меня клевету написал в книжке своей, Поле Полюшко. Это я подал в суд. Ну и там начали разбираться. А он набрал первых секретарей, там КПРФ, и там Бобров был, вышел. Геннадий Александрович пишет в газетах он везде. Ну и свидетели, старейшего писателя взяли, Марка Иосифовича Юдалевича, а ему уже 80 лет. И вот этот секретарь, ваша честь, она спрашивает судья. Судья Сухарева, кажется. И она спрашивает, ну а как вы познакомились с Лапкиным, свидетель? Ваша честь, я его никогда не знал. Ну вот на этой конгрессе интеллигенции, там такие важные люди со всей Российской Федерации были-то. Ну очкастые, там академики выступают, профессора, там называют их такие руководители. И вдруг выходит вот этот человек в валенках с галошами, задрипанный такой пиджачок на нем. А я подумал, а зачем он-то здесь, ваша честь? Но вот он заговорил, и я прошептал, златоуст. Это он забыл, что он против меня должен свидетельствовать. Какой я златоуст? Ну, просьбище дали вот такое. А теперь вот я нахожусь рядом, где митрополит Виталий, архиепископ Илларион. Это теперь Игнатий Лапкин. Это синонимы в городе Нью-Йорке, русская православная, зарубежная церковь. Чего бы они со мной фотографировались? А он сейчас первый иерарх. Вот. В молитвном общении с московской патриархией. А еще прекратятся клеветы? Нет, конечно. А вот посмотри. Ну вот, бланк какой, Игнатий Тихонович Лапкину. Кирилл Пасха, 91-го года. То есть Пасха была вместе с Благовещеном, 7-го апреля. Вот тут что-то маловато. Вот. Видно, нет? Да, да, да. Игнатий Тихонович Лапкину преподается нами Божье благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность, проповеди Слова Божия, защиты и укрепления веры в Российской Православной Церкви. О, интересно как это. Это она не захотела показывать. Ну да, митрополит Виталий. Вот печать какая. Митрополит Виталий. Первый иерарх русско-православной зарубежной церкви. Архиепископ Нью-Йоркский и восточно-американский. Архиепископ Монреальский и канадский. Какие документы? Митрополиты благословляют на всестороннюю благословение. А у вас, я показываю, не можете сказать, так это вам когда было дано? Ну, когда бы не было дано, а его никто с меня не снимал. Кирео Пасха, 1991 год, я уже освободился. А они обо мне молились, когда я в тюрьме еще шел. Звание исповедник себе зарабатывал. Так посмеяться можно. Вот. Ну, теперь все. Вот. Это вот я сижу с книгами. Книги мои, 38 книг. Это высота метр сорок их. 31 килограмм. Вот книги на столе лежат. Я взял часы, показываю, там минуты остались. Ну, все, жизнь скончается. Это у нас в трапезной так. Ни у кого я ничего не воровал. Я не плагиат. Нет. Интересно, приезжает Михаил Курочкин, брат епископа Евтихия. Ну, и говорит, Я вот вам стихотворение прочитаю, вы много знаете. И вы узнаете, кто автор? И начинает читать. Просчитал. Мне знакомый что-то. Ну, я побоялся сказать. Я говорю, мне сразу не ответить. Но что-то очень знакомое. И вы не знаете так вот. Автора кто написал? Я говорю, да как будто нет. Он тогда открывает газету Радонеж там или что-то. И написано стихотворение Лапкин и Игнатий. Но это не плагиат. Это антиплагиат. То есть от своего отказываюсь. Я по последним строкам, строкам так договаривался, догадывался, Ну, не знаю, думаю так. А вот я Вот такую фотографию. Вот могу даже сказать заранее. Ни у кого нету. Перед микрофоном на площади. Собрались. Долго готовился этот митинг. Огромный митинг. С одной стороны здесь рядом Краевая администрация, а там дворец спорта. И собрались. Там страшно готовились громить коммунистов. В эту ночь там, говорит, сжечь все их. Выжечь это змеиное гнездо. Там кафедра огромная построена была. Еще никто не выступает. Еще шум идет. А я мимо проходил. И меня увидели, гляжу, оттуда бегут два милиционера. Я не понял. Они подхватили меня под руки, а там кто-то стоял и сказал им, я сказал, тащите его сюда. Ну, у меня под руки, вот я, это зимой. В руке у меня Новый Завет. Я говорю, а в чем дело-то? Ну, нам сказали вас привезти. Они ничего не знают. Я подошел, они мне показывают, говорите к народу. И я стал говорить. Когда кончил говорить, полностью эта ненависть была потушена. Я сколько благодарности тогда получил. И от кого? От коммунистов. Совсем уж от кого не ожидал. Вот такая фотография. Она не просто фотография. Фотография с историческим. Ну, что сказать. Вот это первые, которые... Вот и все. От этих, которые нападают, простим, Господи, не вмини. Но они не знают ничего. Потому что все желающие жить благочестиво, говорят, будут гонимы. Они мне ничего... Вам упрек-то, греха-то никакого нигде он не называет. А только одно, что... Ну, я верю, не так. Ну, не так, согласен. Еще теперь... Не так я верю. Но вот свидетельства такие загматических, канонических нарушений нет. Да, я неравнодушен к тому, что делается. Мы хотим, чтобы все общины или, в общем-то, и нету почти приходы трудились, работали. Работали. Вот если бы мы по-другому работали, нас было бы много-много. 600 городов только районных центров проехали. 200... Это 100... Кажется, 20 тысяч километров. Да, три раза вокруг по экватору проехали земного шара. Каких только людей не видели. И всех до одного... До одного направляли в Московскую Патриархию. Притом, я это делаю уже 55 лет. Я не православный. Ну, я могу показать свидетельства, как вот доктор богословских наук Павел Бочков говорит. Ну, нападает на Игнатья, то другое. Московский Патриархат. Бочков Павел. Запомните. И он говорит, но тысячи людей, которые пришли, вы куда их денете, когда все под здесь-то? Вы маленько-то глядите. Он... Я его не знаю. Я с ним не встречался. Ну, зазомбировал, как говорят там, эти... Томские... Благовест там свой тоже. Ничего не знают. Мне всегда приходят на память слова Исидора Пелосиота. Предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Крыша съехала. Говорит, с катушек сошел. Вот сегодня наше утро. Ну, попалейка не так, как всегда, я тут добавки сделал. Сейчас вот готовить будем, сегодня, отправлять 30 книг, 31. Одну. 30 томов, открытым ухом, и Клисиному православию попросили написать. Вот. Вот. Понимаете, что вчера он заходит, человек этот, и просит. Смотрите, как пишет. Ого. Юрий Соболев, туда почти мало. А это откуда я взял-то? А, вот где. Нет, не здесь. Это я взял вот откуда. Сейчас я покажу. Вот смотрите. Там внуков. Вот он где. Вот он мне пишет. Добрый день, Игнатий Тихонович. Заказываю книги открытым ухом. Том 1 по 30. Остальные книги я у вас покупал. И одну книгу к истинному православию. Ее подпишите, пожалуйста. Пару слов-то. Нам эта запись ваша. Вами очень дорога. Вы в нашей семье всегда. Мы вас слушаем как духовного отца. Каждый день прослушаем ваши видеоролики. Деньги в сумме 25 тысяч высылаю на пластиковую карту. Ваши визитки я заказал тысячу. Раздаю с Богом. Спаси Христос. Ну и вот где он Николай деньги перевел от Нины Владимировны Внуковой. Внукова. И где-то он адрес тут свой писал даже. Ага. Ну, было, наверное, где-то. А, Ростов-на-Дону. Вот я никогда его не встречал. Вот только что послали на Украину, то есть в Америку пересыл. А вон в Америке родственники там у него позавчера отправили в Израиль. Еще. Ну, там он не вышел второй раз. Я говорю сначала ознакомься с книгами, чтобы нет. У нас есть что дать. Мы не берем. Я по чужим ресурсам не хожу. Только исторические меня где интересуют. Что мне интересно сегодня интересное как сказать сведение было. Один ученик вообще удивительно. Был в Германии, выступал и что-то там такое сказал, что поняли, что он фашист. Или как там сказать, проповедует фашизм. Вот сейчас я посмотрю. Вот где-то здесь было. Сейчас пройти. Это я утром рано смотрел. Сейчас ты, наверное, уже угнала это далеко. мальчик один. Но за него сейчас учителя. Там все встают. Как они боятся слова фашизм. А еще фашизм слово хорошее. Социал фашизм плохо. А фашизм и коммунизм одно и то же. Фашия это связка. Пучок. То есть дружба. Ну коммун общий коммунизм. Смысл один и тот же. Но противоположное все. И когда я говорю положительно о том, что из разрухи страну поднять, это невозможно просто. Такой короткий срок, как сделал Адольф Гитлер. Я об этом говорю, моменте, а не о том, что пошел. пошел. Ну тут видишь, почему-то нету. Патриарх Кирилл призвал сплотиться, чтобы не допустить второго пришествия Христа. Ну как так? Ну маленько не так. Наши ролики тоже выставляются здесь идут. Ну жалко, что не нашел. А ученик, старшеклассник, его обвинили в том, что он это вот она говорила русская это опухоль планеты. Вот он. Ну то есть вот Ленин сидит. Что интересно, союз борьбы за освобождение рабочего класса раз, два, три, четыре, пять, шесть, семьи. Все с бородками. Все до одного. Старший из них Владимир Ильич. Ну не подстрижено ничего. Ну давно ли это было-то, Русь? Ну вот и все. О вот она где. Бундит интернет, ТВ, радио и СМИ по поводу Миколы. Внесу свою лепту. Вот этот мальчик, видимо, выступил тайм. Майн. Ну тут что-то такое ругается, наверное. Даже не поймешь. патриарх Кирилл назвал признаки скорого света. Вот она, нашел. Оксана Богданова выставила. Руководство ново-уренгойской школы опубликовало полный текст речи школьника, обвиненного в фашизме. В какой из них, я не знаю, здесь. Вот полностью его доклад говорится в обращении ново-уренгойской гимназии. По мнению педагогов, часть выступления была просто вырвана из контекста. Ну даже сказал не так. Вот она пишет, Оксана что к мальчику привязались. Я сразу поняла, что он хотел сказать-то. Так народ же все с ног наголу повернул. Мальчик хотел сказать, что он ожидал увидеть могилы солдата, увидел там могилы людей, людей, которые не воевали. Ну вот что он сказал-то. Полный текст. Вот он принимает интересный поворот. Не хотел публиковать эту статью, так как поначалу казалось, что буду гнать напрасно на всех хохлов в целом. Но поступающая в течение всего дня информация сподвигла все собрать в одном месте. И вот они как боятся мертвых. Слово сказать нельзя. О Нероне можно говорить, о Чингисхане, Мамайе можно говорить, о Гитлере нельзя. Да весь интернет наполнен документально. Я личностью, не считая Христа, никогда не интересовался как Гитлером. Почему? Мне хочется узнать, было ли него покаяние. Что я неладно сделал? Ну простой человек был бы, как он в течение трех лет поднял всю экономику и всю Европу положил под ноги себе. в мировой практике не было этого и быть не может. Это не атомная война была. Ну понятно, что непростой человек. А сейчас такие фильмы там ставят. Он был, там ему яйца прострелили на войне. У него много женщин было. Ничего этого не было. Документально показывать не было. Ну зачем лгать-то? А я знаю, кто это делает. Как говорит Михалков. Еврейские штучки. Ну ты даже фашизма на земле ничего не было. Ничего. При одном условии. Если Бога нет. А если Бог есть, то это Гитлер был, воплощение дьявола. Что непонятно? Если Бог то есть. Он поднял руку на богоизбранный еврейский народ. Ему уже не сдобровать было. Он пошел на Россию. Он все проиграл. Он проиграл в тот день, когда подумал только об этом. Но то, что поднял из разрухи свою страну, меня интересует этот момент и покаяние. Когда он понял, что что-то не то. После Сталинграда или после Курска, когда? Я уже почти-почти нашел Гальдера там, Франция, всех-всех подряд, там, Айнштейна, все воспоминания, записи, живые люди. Все о нем узнал. Что можно? Ну даже Юнга его секретарша что-то И это все просушил не один раз. Она говорит, я тоже ждала покаяния, но не было. Кто последователь будет, кому отдает власть, что он не расстрелян был, не застрелил себя, теперь все понимают, за что бы он делал-то. У него двойников было, кажется, три двойника. И вот оденел обоих в одну яму загнал двоих. Ну что ты гоняешь ее? Ну что так, это мать твоя. Видишь, вот тоже, какое неприятное это. Тут должен быть или коммунизм, или фашизм. Фашизм это фашовая связка, то есть мы за единое. Вот сейчас печатают поздравительное, сейчас прыгнет обязательно, она раз уставилась, будет прыгать. Вот это. Сталин поздравлял рейс-канцлера Гитлера, уважаемый там все. Я в библиотеке был, в архивном отделе, все это смотрел, газеты поднимал. Я бы интересуюсь историю, раз, не получилось, видел, все пошло. Вот то, что и требовалось Гитлеру, по мордасам его хребет переломили и кончилось все. А если бы вы были где-то там, были бы в один день погиб бы. Потому что я не местен, я бы не стал говорить о гибели, я то и пошел, а он нападал, там, то, другое, я не об этом говорю. Вот сегодняшнее утро, как у нас получилось. Так, это нельзя сделать, с куском у нас не ходят. Или за стол, или уходите, давайте, поднимайтесь туда. А если нет, то я сейчас буду события дня ролик записывать. Все на этом. А то, как Дмитрий разлился, как море, в берега не угонишь.